Привет дорогие друзья, привет дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Поговорим о Лёле Быковой. Перед тем, как перейду к обзору, хочу сразу сказать. Ребята, просят девчонки на 1.01, так как у Лёльки будет флешмоб сбор на машину, обзорщиков организовать флешмоб именно роликов, обзоров на Лёлю. Я сразу объясню, я однозначно отпадаю, потому что у меня, у нас сыночка именинник, у него день рождения, поэтому, ну не буду я 1.01 портить и смотреть как бы Лёльку. Если есть желание, я могу просто самые топовые интересные ролики про Лёльку, снятые за год, по моему мнению, еще раз загрузить на канал, и если будет желание, можете прослушать. Если вам такая идея подходит, пишите в комментах, это я могу легко организовать. На другое меня, к сожалению, не хватит. Ну и так, конечно же, вернемся к самому обзору. Ребята, не успела только Лёля рассказать о том, предложить, вернее, что она фолует Надежду, стать блогером, и у Надежды есть все замечательные задатки об этом. Вчера только на стриме Лёлик об этом заявила, произнесла, и вот вуаля, канал открыт. 19 часов назад был загружен первый ролик. И как вы думаете, с кем? Конечно же, с Фейсом Лёли. Канал, конечно, у подписчицы взорвется, хомяки теперь должны будут и его смотреть, и ее поддерживать, залайкивать, писать комментарии, и помогать, и помощнице зарабатывать дополнительные бонусы у Лёльки. И вы знаете, смотрю и думаю, когда же они смогут выдохнуть, сколько на них головничка навалилось. Кому интересен канал, называется «Твоя прекрасная любовь». Там вы увидите эту же помощницу Надежду, которая уже теперь не просто помощница, но и блогер. Лёлькины ряды пополняются, скажем так, на глазах. Далее, да, ребята, что хочется сказать по просмотрам. Просмотры все равно просевшие, причем капитально. И даже кликбейтовые названия в этот раз не смогли спасти ситуацию. Кстати, на стриме, даже на пике, было максимальное количество 2200 подписчиков. Такого провала у Лёльки не было очень давно. Донатили очень слабо, кидали в основном соточки. Ну, то есть, за что Лёлька боролась, на то и напоролась. А о флешмобе я обязательно вечером объявлю в другом последнем уже ролике. Вот. А сегодня я хочу сказать, что все равно, ребята, кто бы что ни говорил, а флешмоб реально работает. Это действует и видно по всему. И Лёлька опять в вагоне, притянула на стрим помощницу, в надежде на то, что набегут на этот стрим люди, чтобы с ней познакомиться, посмотреть. Но нет, чудо не свершилось. Полный провал, как всегда, в последнее время преследует Лёльку. И, кстати, вы знаете, больше всего меня поражает, когда она начинает кричать о бумерангах. И здесь она опять-таки заявляла об этих бумерангах. И кричала хейтеры, вы не боитесь бумерангам. Лёля, так вроде эти бумеранги только к тебе и летят обратно. Ребята, ну вот сколько есть обзорщиков, я не видела, чтобы у кого-то, кроме Лёльки, летели какие-то бумеранги. И, кстати, Лёля, это не хейтеры любят говорить о бумерангах, а именно твои хомяки. Ну, а уже часто люди просто достигнутся и повторяют эту тему. У твоих же хомяков только две извилины заточены. Это, конечно же, бумеранг и зависть. Две вот эти основополагающие всех их комментариев на большее. Ну вот не хватает мозга у них. Поэтому уж поработай как-то над ними, пусть что-нибудь повеселее, поинтереснее пишут. Далее, ребята, да, Лёля просит помимо того, чтобы смотреть её ролики, писать кучу комментариев, ставить лайки, просматривать всю рекламу ещё и помолиться за её мать. В молитве я, конечно, не вижу ничего плохого, ну то есть это обращение к Богу, но это одно. Интересно, когда хомяки смогут заняться своей жизнью? Ведь они как кричат, вы, обзорщики, живёте жизнью Лёли, вы, зрители, живёте жизнью Лёли. Так кто вот ей живёт? Вы представляете, ребята, поставленная задача смотреть один и тот же ролик, написать от пяти до десяти комментариев, отлайкать. И не просто ролики, а ещё и отлайкать понравившиеся комментарии. И вот представьте, два канала Лёли. Алексей Кухня, кормящая сестра посмотреть, её помощника посмотреть, теперь ещё новую помощницу посмотреть, стримы смотреть, всё это лайкать и комментировать. Когда вот реально они будут жить своей жизнью? Поэтому Лёля опять мимо. Поэтому кто живёт жизнью Лёли, это только изначально хомяки. Представьте, ребята, ну какой вот адекватный человек выдержит такую нагрузку и столько всего смотреть, вот вдохновлённо, по нескольку раз подряд. Я не знаю, на кого это, вернее, рассчитано, для кого это создано. Но опять-таки Лёля пожаловалась. Полный провал. Она мечтает, спит и видит тренды Ютуба. Рекомендации Ютуба. И опять полный провал. Как вы думаете, как сказала Лёля, опять хорошие ролики не зашли. Поэтому всё в руках хомяков. Но уже ситуацию, конечно же, спасать поздно. Далее Быкова отметила, что предпочитает мне читать комментарии. И здесь опять мне стало смешно. Недавно кричала спасибо огромное за комментарии. Я их читаю. А теперь, получается, нафиг они не нужны. Походу, ложила она на них, на эти оды хомяков. Самое главное, брать к количеству. Не важно, качество. И пофиг, что один и тот же человек, как Нина Ивановна, ваяет сразу по 10-15 комментариев. Надежда умирает последней. Лёлька всё-таки мечтает с помощью хомяков хоть как-то нагнать просмотры и вылезти в тренд. Далее, кстати, ребята, Лёля несколько раз пожаловалась, что очень странно для неё, почему так мало людей начало приходить на стрим. Вот и результаты флешмоба. Сама Лёля не может же сказать, что это флешмоб. Она находит тысячу причин, что пошло не так и почему не пришли люди. В её понимании не хватает очередного кликбейтового названия. Дальше нам, конечно же, рассказали, что Надежда верующий человек. И вот мне интересно, как верующий человек ей не претит поведение поберухи. Как ей самой не противно, что она сидит на стриме, а люди кидают ей деньги на зарплату. Для меня бы это было унизительно. Для меня бы это было странно. И однозначно противно. То есть я делаю работу, меня сюда вывели, как какую-то цирковую обезьянку показать, для того, чтобы я сама своим лицом себе заработала на зарплату. Согласитесь, абсолютно нелогично. Далее, ребята, Лёля порадовалась тому, что у неё дома прямо ресторан начался. Много Надежда готовит и печёт. И котлеты, и пироги, и пельмени лепит. Ого, как много! Вы представляете, возникает вопрос, Лёлька, что вы с детьми ели до того, как приехала Надежда, или как приехали близняки? Чем же ты давилась и сама давила, скажем так, своих детей? То, что ты называешь, кормила. Если её удивляет наличие пирогов, пельменей или котлет в доме. Согласитесь, ребята, вот в такие моменты Лёлька очень чётко себя выдаёт. Если для неё это диковинка, и для неё это безумно и безмерно вкусно. То, что в обычных семьях, в принципе, повседневная пища, не считается каким-то изыском или праздничной пищей. У Лёли это уровень ресторанного меню. Делайте выводы, что ела и готовила сама Лёлька. Далее, ребята, Лёля пожаловалась. Хейтеры обижают золотых людей. А у Лёли все, кто к ней приезжают, золотые. А те, кто даёт денег, практически святые. Поэтому, да, ребята, вы затрагиваете либо практически святых, либо золотых людей. Вот так вот. Далее, ребята, момент там, где Лёлька ступила и солгала в очередной раз. Все вы прекрасно помните, сколько стримов подряд. Лёля рассказывала о том, как её первый муж сгрёб её в охапку вместе с детьми, загрузил её вещи в газель и отвёз их в пустынь. Помните этот момент? Конечно, все его помнят. И тут на этом стриме Лёля выдаёт шедевр. Я ехала с детьми в автобусе в пустынь. Вот тут я опять приземлилась. Как же ты ехала в автобусе в пустынь, если муж тебя туда привёз? И, как сама сказала Лёля, даже не помог ей разгрузить вещи и поднять их наверх. Вот очередная ложь Быковой. Так всё-таки муж Лёлю отвёз в пустынь? Или Лёленька перебралась к маме, а от мамы уже поехала в пустынь? Тоже интересный момент. Очередная нестыковочка во лжи Лёли Быковой. Ну и опять-таки, что хочется сказать, Лёля уже начала конкретно своего Алексея называть женихом. Почему? Потому что Алексей ей уже намекает и спрашивает, как она отнесётся к тому, если она станет бабушкой. На что Лёля сказала, положительно она отнесётся, всё норм. И ничего страшного, что мальчик не сможет содержать семью, не имеет профессии, не имеет работы, не имеет образования. Это всё мелочи. Лёлька сама рожает и готова принимать ещё дополнительных детей в дом. А как же, ведь ей так важен запах младенца. Не важно, что будет потом. Самое главное, что пахло младенцем. Так что, ребята, готовимся и дальше продолжаем смотреть кино. Ну а пока я всё сказала, конечно же, продолжение следует. Прощаюсь со всеми. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok